А сейчас вашему вниманию мы представляем эксклюзивное интервью министра культуры и информации. Аида Балаева рассказала о перспективах казахстанско-китайского культурного обмена, а также о сотрудничестве двух стран в таком ключевом направлении, как информационная безопасность. Добрый день! Телеканал ЖБЕКЖОЛА начал свое прямое вещание с поли саммита ШОС. И первым гостем в нашей мобильной студии стала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. Сейчас мы попытаемся узнать, каких соглашений достиг Казахстан в рамках ШОС. Госпожа Балаева, спасибо, что присоединились к нам. Скажите, пожалуйста, о недавних соглашениях Казахстана с международными партнерами, и чего мы можем ожидать в сфере информации и культуры по результатам саммита ШОС в Стангене? Ну, здесь надо рассматривать два аспекта. Здесь, если разделить, это визит лидера Китайской республики Синьцепина. И в рамках его государственного визита были подписаны соглашения по культурно-гуманитарному направлению. В частности, мы открываем культурные центры в Астане, Китайский культурный центр и Казахский культурный центр в Пекине. И уже в целом законы ратифицированы, и мы уже можем приступать. Уже есть юридическая регистрация этих центров, поэтому у нас есть уже определенный офис, где мы будем располагаться. Это в Пекине на территории Арбата. Это самое проходимое, очень многолюдное туристическое место. Я полагаю, что деятельность нашего культурного центра позволит шире пропагандировать культуру и искусство Казахстана, историю Казахстана. И мы уже можем еще более и теснее взаимодействовать по всем направлениям. Поэтому председательствование ШОС и в целом взаимодействие стран, которые входят в организацию ШОС, это способствует, что по всему спектру вопросов, и в частности министерства, мы уже очень плотно взаимодействуем. Вчера наши лидеры также подтвердили, что взаимодействие Китая и Казахстана выходит на новый качественный уровень, это новая эпоха взаимодействия между нашими странами. Поэтому, конечно, это все в первую очередь зависит, как госорганы будут работать и способствовать дальнейшему укреплению и углублению. Позвольте второй и уже, наверное, заключительный вопрос. Какой все-таки стратегии наше министерство придерживалось в сфере информационной безопасности, исходя из того, что у нас одно из таких больших политических событий сегодня происходит в Астане? Какие именно тезисные, возможно, моменты? В этом плане мы говорим о качестве контента, мы говорим о том, чтобы развивать контент на государственном языке, мы говорим о том, чтобы повышать медиаграмотность населения. И, конечно, если говорить о проблемах в информационной сфере, это, конечно, распространение фейковой информации. Практически все страны мира сейчас признают, что именно распространение ложной информации, фейковой информации является одной из угроз информационной безопасности. Поэтому и в этом направлении мы будем работать вместе, отвечать новым вызовам и угрозам. С нами была министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. Я напомню, что телеканал ЖБЕКЖОЛА начал свое прямое вещание с полей саммита ШОС. И в течение всего дня мы будем записывать эксклюзивные интервью с гостями саммита. Оставайтесь на ЖБЕКЖОЛА. Редактор субтитров А.Семкин